Новый год – один из самых ярких и незабываемых праздников в нашей стране. В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями было подготовлено праздничное мероприятие. По словам инициаторов, главной целью является стремление подарить детям радость, веселье и, конечно, улыбку на лицах. Спонсорскую поддержку и помощь детям оказала администрация города и торговый дом Киргу. Первым из числа почетных гостей слово было предоставлено первому завестителю главы администрации муниципального образования города Хасаюрт Бадыру Ахмедову. Особо хочу отметить наш центр, работников центра, которые сегодня постарались в связи с этим мероприятием. Нашим спонсорам торгового дома Киргу большая благодарность. Еще раз поздравляю с наступающим годом вас, вашей семьей, родителей, всех тех организаторов, которые сегодня предложили усилия для этого мероприятия. Спасибо большое. Для детей было организовано настоящее сказочное шоу. Они получили много ярких и положительных эмоций. Далее слово было предоставлено представителю торгового дома Киргу Зумруд Осинеевой, которая отметила, что радость на лицах детей должна быть всегда и поздравила юных виновников празднества с Новым годом. С Новым годом желаем счастья, здоровья и всего-всего хорошего вам. Новый год – это время исполнения желаний. Именно тот момент, когда окружающие дарят свою теплоту и заботу, прежде всего детям, отметило руководство центра. В свою очередь, в знак благодарности воспитанники скрасили время препровождения в центре гостям своими выступлениями. Мы вместе с твоим родственниками, вот и летом все кричат, то сегодня веселый день отходит в каждую очередь. Мы встречаем, мы большие с ним, друзья, мы парни горячим чаем в гостях этого месяца. Кульминационной частью торжества стало вручение новогодних подарков. А главным украшением, помимо Деда Мороза и Снегурочки, стал анимационный герой, который на протяжении всего мероприятия дарил детям праздник. Руководство социального учреждения поблагодарило всех, кто оказал внимание и поддержку подопечным центра. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс». Продолжение следует...